Психологи говорят, наши взрослые проблемы могут быть родом из детства. Дети эгоцентричны и все родительские проблемы переводят на себя. За родительский развод, за отсутствие внимания. Обида на маму и папу может быть такой сильной, и человек застревает в детских обидах и травмах. Если реальная травма произошла, она может быть разного характера. То есть это часто какие-то очень сильно конфликтные отношения между родителями, игнорирования ребенка, отвержения его, пренебрежения, неудовлетворения каких-то базовых потребностей, безопасности. Вот эти вот события, они, конечно же, влияют на психику человека и отражаются на его взрослой жизни. Перекладывание ответственности – удобная позиция. Вроде как виновата мама, которая недолюбила, или папа, который всегда был занят. Важно отличать травму от обычных фрустраций, потому что травма – это, как правило, такое очень мощное событие, психологическое или физическое, которое воздействует на человека и превышает его ресурсы психики. Для реальной травмы нужно пережить в детстве насилие или, к примеру, алкоголизм взрослых. Иногда проблема может быть проработана самостоятельно. Если у человека постоянно случаются какие-то неприятные события, повторяющиеся, он наступает на одни и те же грабли, тут следует проанализировать, да, почему я так поступаю, что со мной происходит, да, откуда это. Потому что очень часто человек реинсценирует свой травматический опыт, и действительно есть моменты, которые закладываются в детстве. Но здесь задача не просто переложить ответственность, вот у меня так было, и всё, теперь я опускаю руки и ничего с этим не сделаю. Погрустить, оплакать свою боль – это обязательная часть реабилитации в нормальную жизнь. И в терапии часто первый момент – это выразить свою злость, недовольство, погрустить, отплакать. Получается, таким образом мы выражаем поддержку тому внутреннему ребёнку, который в детстве, например, не мог позлиться, не мог поплакать, брал на себя чувство вины. Когда взрослый злится и горюет, получается, он поддерживает своего внутреннего ребёнка, тем самым говорит ему мысленно «ты прав». Следующий шаг – это взять уже на себя ответственность и стать взрослым для этого внутреннего ребёнка. И даже задать себе можно такой вопрос – каким бы я хотел, чтобы был бы рядом со мной какой-то взрослый. Здоровый взрослый не просто жалеет и горюет рядом, он мотивирует, подбадривает и поддерживает. Чтобы помочь себе, нужно позволить внутреннему ребёнку погоревать, а внутреннему родителю позлиться, а затем поддержать внутреннего ребёнка. Наш мозг на самом деле очень пластичен. То, что заложено в детстве, да, это имеет значение, но это как бы не константа, да, не значит, что на человеке теперь крест и всё, он обречён. Нет, всё равно мы с этим можем работать и что-то делать, что-то менять. Кстати, испытывать ненависть к родителям на этапе проработки – это нормально. Так мозг пытается избавиться от подавленных эмоций и выстроить границы. У человека с детской травмой есть три пути – навсегда застрять в роли жертвы, найти позитивный момент, например, опору для роста. И третий – самый благополучный путь – принять ответственность за свою взрослую жизнь.